я вот хочу вас купить масло да вот для мы для своего транспортного средства вот например вот вот и вы как продавец должны предоставить мне сертификат соответствия или рестор наличие сертификата на этот товар может предоставить сертификат нет ни накладные не товар сопроводительный документами сертификат соответствия что моя машина не вскипит не заглохнет не двигатель не заклинит что я могу быть спокоен за свои транспортные средства что они попадали большой дорогой ремонт и мы же потребители мы должны знать что покупаем и что находится в этом контейнере что находится в этой упаковке вдруг это контрафакт вдруг это кустарное какое-то изделие ладно тогда не будем отвлекать работу но сертификаты как видите мы не нашли они в офисе то есть каждому покупателю может 5 целый день добрый день уважаемые подписчики канала народный контроль сегодня мы продолжаем проводить мониторинг автозаправочных станций в екатеринбурге работает такая сеть называемый мега при изучении обращений которые поступают на наш сайт общественники увидели что многие автолюбители задаются вопросом каким образом эти заправки работают соответствует ли они требованиям пожарной безопасности вот это сооружение скорее всего бензиновый резервуар который стоит на поверхности земли значит получается это автозаправочная станция с наземным резервуаром который предъявляется уже другие требования по соблюдению минимальных расстояния вот видим что расстояние от зеленых насаждений то есть от лиственных пород до резервуара буквально метров 7-8 максимум согласно техническому регламенту согласно приложению те расстояние должно быть не менее 25 метров эти расстояния здесь нет также видим что это территория ниже часть засыпана большим камнем плитником сверху просвет алинасфальтовая покрошка то есть можно сказать что заправка вот это выглядит более кустарно нежели заправочных станций которые сданы эксплуатацию органов ростехнадзора и которые официально без нарушений пожарных требований при работе заправок изучив приказ мчс который регламентирует требования пожарной безопасности на таких заправках именно технический сам технический регламент мы увидели очень много несоответствий состыков связанные с расположением с функционированием с работы этих заправок не соблюдается минимальное расстояние от объектов где вы где возможно скапливаться большое рекомендуем очень много любви по трое учителей приветствуют конечноwi и на территории заправки асфальтовая крошка она не асфальтирована тормозной путь к самой заправке то есть заезд на самой заправки отдельный дорогой отдельный полос ее не обозначен то есть идёт дорога и тут же идёт поворот направо на саму заправку то есть водители которые резко поворачивают заправку создают опасность совершения дорожно- mutters панетель Qu Communication parenth åхими и у водителей которых и не едут сзади все маневрировать и и своевременно уйти от транспортного средства, которое поворачивает на заправочную станцию. Также нет разгонной полосы, идет двухполосная дорога, и зачастую водителю неудобно выезжать из заправочной станции, так как нет возможности разогнаться и набрать необходимую скорость. Объекты электростантового хозяйства должны располагаться не менее 25 метров от самых заправок, а именно расчет идет от самих резервуаров до этих объектов. На этой территории прямо в критерии расположены телевышки оператора сотовой слезы, и идет линейка передач, которая непосредственно является инфраструктурной сетью этого жилого комплекса. Жилой комплекс, который расположен на улице Суходольская-Касатурово. Находимся в помещении операторской, ищем доску информации. Вот есть уголок потребителя, уголок потребителя расположен за столиком с бармами. Видим, что компания «Энергоресурс» также осуществляет деятельность по этому адресу. Есть вещество регистрации и постановки налогов в орган, есть устав «Энергоресурс» и паспорт качества данного объекта. Добрый день. Общаюсь с организацией «Народоконтроль». Мы мониторим, проводим ваших заправочных станций в городе Екатеринбурге. Мы недавно были у вас на территории Ленинского района. Это адрес какой, Дмитрий Сергеевич? Новосибирск. Новосибирская, 2 Новосибирская, 68. Да, там у нас тоже заправка расположена незаконно, то есть подлинная передача, буквально прям под этой... Нет, я вам просто объясняю, что вы понимали, где вы работаете, и что вы, как работник, тоже несете ответственность. И в случае необходимости вас могут вызвать соответствующие структуры, это Министерство Человеческого Ситуации, которое занимается непосредственно пожарной безопасностью. То есть я буду задать вопросы, да, то есть вы должны правила пожарной безопасности изучать, как вы же продаете топливо сами, правильно? Вы берете деньги у населения. Да, вы физическое лицо, да, вы продавец, но вы же работник данной компании, и вы тоже являетесь также ответственным лицом. Поэтому хотелось бы у вас выяснить... Вот вопрос такой, у вас заправка с наземными резервуарами, да, я так понимаю? То есть вот этот резервуар стоит у вас сзади? Да. Наземный резервуар, да? А вы в курсе, что расстояние от... Вот я оператор, я вот этих вот тонкостей, так же сейчас не могу... А вы инструктаж проходили, вы сдавали какой-то инструктаж? Да. Подписывали правила техники безопасности при трудоустройстве? Подписывали? Я сейчас не могу... А вот видите, а как вы работаете, как вы допущите к работе? Да, нет, ну конечно у нас все проводилось, но сейчас на данный момент я не могу, здесь же тоже мне не предоставили, не какие-то снижения. Мы вам предоставили, пожалуйста, покажем. Вы тоже? Народный контроль. Вот наше удостоверение. А какие у вас эти вот есть? Мы общественники. Мы как потребители обеспокоены тем, что потребителям, да, не оказываются соответствующие услуги с правилами пожарной безопасности. Почему все? Мне кажется, тут все по облаженной безопасности все сделано. Нет, не все. Откройте приложение, тех регламент, там все написано, какие должны быть требования. Это все сделается, я так думаю. Вы как-то с администрацией лучше с нашей прокуратуры? Нет, мы будем писать в прокуратуру заявление. У нас другая форма. Все? Пожалуйста. Данная заправка работает нелегально, так как видим, что здесь находится линия электропередач, находится шиномонтажная мастерская, пункт по приему лома цветного черного металла, автостоянка, автопарковка. Минимальные требования к таким объектам указаны в таблице, который утвержден приказом МЧС Российской Федерации. Там идут конкретные расстояния, то есть от объектов, где идет оказание услуг, от местах массового скопления людей, расстояние до самого резервуара не должно быть меньше 25 метров. В нашем случае мы видим, что эти правила нарушаются, шиномонтажка расположена вплотную к заправке, и заправка прямо установлена под лэп.